Все уважаемые участники нашей сегодняшней школы пациентов, которая проходит хоть и удаленно, однако надеюсь, что вы не менее эффективно будете воспринимать информацию, если вы нас слушаете. Сегодня мы будем разговаривать с вами об этой взаимосвязи нашего эмоционального состояния и нашего пищевого поведения, подразумевая, как всегда, особенности проживания человека в ситуации тяжелого хронического заболевания. И мы рассмотрим с вами сегодня такие термины, как эмоция, пищевое поведение, об этом мы с вами уже говорили, но повторение мать учения и тех изменений, которые неизбежны в ситуации болезни, а также о некоторых методах психологической коррекции этого состояния нашего с вами эмоционального, вот в этих самых условиях изменений, обусловленных у ситуации хронического заболевания. Итак, что же такое эмоция? Эмоция, в отличие от аффекта, то есть яркой вспышки эмоционального отреагирования, от чувства или от настроения, эмоция отличается тем, что это психический процесс средней и даже короткой продолжительности. И часто мы говорим на наших занятиях о том, что по большому счету контролировать вот эту первичное звено эмоциональное, саму эмоцию, человек не в состоянии. Мы сейчас с вами рассмотрим, чем это обусловлено. А сейчас еще прочитаю я вслух о том, что эмоции – это отражение субъективного, оценочного отношения к чему бы то ни было. Однако, когда мы говорим об эмоции, мы все-таки говорим о каком-то базовом биологическом течении внутри организма. Характеризуются эмоции тремя компонентами – переживанием, ощущением, течением процессов в системах организма. Это нервные, эндокринные, дыхательные, пищеварительные и другие системы. И это уже может непосредственно отражаться невербально у нас на лице, в позе и в интонациях нашего голоса. Необходимо помнить, что эмоция – это процесс внутренней регуляции деятельности человека или животного. И это бессознательное сопосновление значения чего бы то ни было относительно процесса жизнедеятельности. Вот когда мы говорим о том, что эмоции как таковые мы не в состоянии, человек не может регулировать в базе, то мы как раз это и подразумеваем, что это бессознательные процессы, регулирующие наше внутреннее состояние. То есть эмоция – это процесс внутренней регуляции деятельности, который играет роль ориентирующих субъективных сигналов. Эмоция сама по себе может, но не обязательно порождает у человека более длительное состояние психическое – это переживание, которое можно уже каким-то образом оценить и назвать. Это удовольствие или неудовольствие, страх, ну и другие различные переживания. Одной из первичных биологических потребностей является потребность пищи и направлена она на поддержание гомеостаза, то есть стабильности нашего организма, обеспечения энергии строительным материалом для формирования новых клеток, создания сложных химических соединений. Кроме функции поддержания гомеостаза, то есть непосредственного биологического жизнеобеспечения, у приема пищи есть и другие функции. Такие как расслабление, релаксация, получение удовольствия, взаимодействие с другими людьми, то есть коммуникация. И дальше, отталкиваясь от этого коммуникативного порога, эти функции развиваются уже в социальном плане. Это может быть самоутверждение, если наша пища носит то-то или иное представление о престижности, познание чего-то нового, благодаря новым продуктам, новым сочетаниям вкусов. Поддержание ритуала или привычки воспринимается нами как награда, как компенсация или защита от чего бы то ни было. И в конце концов прием пищи может удовлетворять наши эстетические потребности. То есть психологические и социальные функции приема пищи, имея первичную базовую биологическую составляющую, все более и более расширяются в зависимости от того, насколько цивилизация идет по пути расширенного потребления чего бы то ни было. То есть сам по себе прием пищи может носить уже для нас такую функцию, как разрядку эмоционального напряжения, чувственное наслаждение, которое начинает выступать уже как самоцель. Также поддерживает нашу функцию общения и самоутверждение, потому что конкуренция внутривидовая для человека – это весьма характерное состояние. Мы идентифицируемся в среде, распознаем друг друга так или иначе, как носителей каких-то религиозных направлений, национальной принадлежности, семейных традиций. Ну и, безусловно, прием пищи носит какую-то базовую эмоциональную функцию компенсации неудовлетворенных потребностей, первичных потребностей в родительской заботе. Яркий пример, актуальный пример современности – это ожирение. Что такое ожирение? Это следствие заученной неспособности к развлечению чувства голода, и состояние тревоги, в результате чего человек реагирует на стресс, как на голод, увеличением потребления пищи. Пищевое поведение, ко всему прочему, которое ориентировано на образ, собственно, тела и деятельность по формированию этого образа, является ценностным отношением к пище и ее приему. И также является стереотипом питания в обыденных условиях и в ситуации стресса. Могут различаться стили потребления пищи в зависимости от наличия дистрессирующей нагрузки или отсутствия таковой. Ну и пищевое поведение подразделяется на гармоничное, то есть адекватное, это есть, чтобы жить, и девиантное, то есть отклоняющееся, жить, чтобы есть. И зависит наше с вами пищевое поведение от наших с вами иерархии ценностей, ну и от количественных и качественных показателей питания, кто от чего наедается. Но в первую очередь на формирование стиля и на процесс пищевого поведения, конечно же, влияют особенности личности. То есть это склонность к тревожным реакциям, в той или иной степени выраженная, и уверенность или неуверенность в себе. Пищевое поведение включает в себя установки относительно потребления пищи, формы поведения, наши с вами привычки и те самые эмоции, которые касаются еды и самого процесса питания. И этот рисунок индивидуален для каждого человека и формирует некий стиль питания. На самом деле стиль питания формируется на самом раннем этапе существования человека, в самые ранние годы жизни, на невербальном, довербальном периоде, где-то до трех лет, и вообще-то начинает формироваться с момента прикладывания ребенка к материнской груди. И играет важнейшую роль в эмоциональном состоянии человека. То есть еще на самом раннем этапе существования индивида, еще задолго до того, как он станет личностью, удовлетворение голода крепко увязывается с ощущением комфорта и защищенности. Если мама реагирует на позыв ребенка к получению питания, он ощущает, что его любят, что он защищен. И таким образом биологическое насыщение микроэлементами и всем тем, что дает нам еда на биологическом уровне, подкрепляется на эмоциональном уровне вот этим самым состоянием. Мне хорошо, я в порядке. И, естественно, формируется некое отражение эмоциональной потребности и душевного состояния человека. Формируются три основных вида пищевого поведения. Эмоциогенные, экстернальные и либо ограничительные. В зависимости от того, как складывается потребление питания у ребенка на самом раннем возрасте. Например, экстернальное пищевое поведение. Что это такое и с чем оно связано? Связано с повышенной чувствительностью именно к внешним стимулам потребления пищи. То есть это вовсе не ответ на внутренние стимулы. Такие, как выработка глюкозы и свободных жировых кислот в крови или ощущение пустого желудка. Это всегда про то, что я не могу отказаться от поесть за компанию. Вот все перекусы, покупки лишних продуктов это все маркеры экстернального пищевого поведения. Привычка есть пока не закончится, невозможность отказаться от любого предложенного питания. Чем это обусловлено? Сформировался, такая сцепка нейродинамическая произошла, сформировался такой тип, когда возникновение сытости запаздывает по времени и ощущается исключительно как механическое переполнение желудка. Эмоциогенное пищевое поведение на самом деле фиксируется у 30% населения и чаще относятся к этому типу полной эмоциональной женщины, но, однако, встречается и у людей с нормальным весом. При эмоциогенном пищевом поведении стимулом к приему пищи является не голод, а как раз эмоциональный дискомфорт. Человек встревожен, человек раздражен, человек подавлен или чувствует себя обиженным, слабо дифференцирует, различает эти свои эмоциональные состояния, но точно, совершенно чувствует, что что-то его может утешить. Вот это и приводит к заеданию любой стрессирующей нагрузки. Это некоторая форма зависимости от еды. Еда рассматривается в данном случае как способ обеспечить успокоение, удовольствие, релаксацию, расслабление, снять эмоциональное напряжение и повысить настроение, так или иначе. Бывает еще и ограничительное пищевое поведение. Такие типы тоже формируются определенным образом под воздействием определенных каких-то течений внутрисемейных. И это избыточное пищевое самоограничение, частое стремление к соблюдению бессистемной и чрезмерно строгой диеты, которая чередуется с периодами выраженного переедания. Чаще вот такое подавление потребностей в питании приводит к диетической депрессии, характеризуется повышенной раздражительностью и утомляемостью, внутренним напряжением и постоянной усталостью, агрессивностью, враждебностью и тревожностью. О чем, зачем нам вообще так подробно рассматривать тип ограничительного пищевого поведения? Ну, потому что это часто случается с людьми, которые фиксированы на изменениях своего пищевого поведения. Вот как формируется эмоциогенный тип пищевого поведения? Пища в доме играет доминирующую роль в жизни семьи. Семья признает, что это главный источник удовольствия. В общем, это же очень характерная история для постсоветского пространства. Вспомните, история наша такова, что ограничения питания носили существенный характер в длительном периоде. Это связано и с революционными процессами, и с войной, и в поствоенный период. То есть матери научались выражать свою любовь через кормление семьи. Собственно, добывание пищи и притворение ее в еду поглощало так много сил, что на эмоциональный контакт сил уже не оставалось, а вся любовь изливалась именно таким вот образом. Да, иди, поешь. И, в общем-то, мы же очень в большой степени наследуем этот стиль. На невербальном уровне мы привыкаем идентифицировать чувства любви и заботы, проявление этих чувств в качестве кормления. И, в общем, склонны закармливать своих близких. Вспомните, кто из нас не слышал в детстве фразу, что «Скушай до конца, пока не скушаешь, не доешь, не выйдешь из-за стола». В общем, все это и есть проявление любви и заботы. Мы это усваиваем очень рано и потом уже транслируем по следующим поколениям. То есть любой физиологический или эмоциональный дискомфорт ребенка может восприниматься такой кормящей матерью или другими замещающими ее членами семьи, как голод, что не позволяет ребенку научиться отличать голод от состояния тревоги. Закармливающая мать продуцирует в ребенке чувство тревоги, которое купируется получением пищи, особенно чего-нибудь вкусненького. В сущности происходит обучение в семье выработки вот этого стереотипа. Когда мне плохо, я должен есть. И в этот момент мне станет хорошо. Закрепляется обучение эффективному поведению в период стрессирующей нагрузки как такой стереотип. Это говорит о том, что можно просматривать какие-то нарушения взаимоотношений между старшим и младшим. Про то, что суррогатная замена других проявлений любви, я уже вам сказала. Либо это та семья, в которой ребенок действительно все время подвергается некому абьюзу. Может быть, не напрямую, но является наблюдателем и даже, может быть, участником травмирующих психоребенка конфликтных ситуаций, где межличностные отношения хаотичны. Ребенка то забывают покормить, то хватают и накармливают, и чем-то балуют, испытывая чувство вины. Это тоже может формировать вот этот самый эмоциогенный тип пищевого поведения. Итак, большинство из нас, очень многие из нас, являются носителями эмоциально-генного типа пищевого поведения. И вдруг приходит ситуация, когда мы вынуждены от чего-то важного и глобального, что-то это нас заставляет изменить свои пищевые привычки. Что-то изнутри меня. Что именно? Это ситуация хронического заболевания, конечно, в нашем случае, сопряженные с интоксикацией, с такими последствиями лечения, как изменение ощущения вкуса, может быть, да, при определенных локализациях рака, трудности глотания или трудности пищеварения. То есть происходит отрыв привычного пищевого поведения от возможного. При эмоциогенном типе это, конечно, и всегда является дополнительной стрессирующей нагрузкой и может приводить к развитию диетической депрессии. То есть резкая смена типа под влиянием и даже не внешних обстоятельств, когда есть общее ограничение потребления продукта, а что-то такое изнутри меня, что меня ограничивает, конечно же, может усиливать вот такие симптомы, которые, в принципе, характерны для некоторых этапов течения онкологического заболевания и усугублять вот эти сопровождающие симптомы, такие, как высокая утомляемость, головные боли, нервозность, раздражительность, ну и все дальше по списку, то, что вы видите. Сочетание вот этих факторов вынужденной смены пищевого поведения, что само по себе эмоционально перегружает и факторов побочного лечения, конечно, могут приводить к таким состояниям, как депрессия, повышенная тревожность или постоянное ощущение страха, потому что, собственно говоря, психологический фактор в том и заключается, что формируется отдельный страх, связанный с приемом пищи, и он может приобретать навязчивый характер. Да, вот тут как раз речь и идет о внутреннем конфликте, когда моя потребность, выросшая еще в довербальном, невербальном периоде, сталкивается с потребностью, которая накладывается в связи с ограничениями пищевого поведения. Вот эта взаимосвязь, собственно говоря, так и обусловлена тем, что вынужденные изменения пищевого поведения неизбежно сказываются на эмоциональном состоянии. Зачем мы проговариваем такую банальную вещь? Ну вот те, кто часто участвует в наших школах пациентов или ходят на занятия с иноменкой психологами, мы должны помнить, что первый этап изменения отношения к тому, что неизбежно со мной происходит, это нормализация того, что со мной происходит. Для того, чтобы снять фиксацию на страхе, мы должны признать действительно серьезность положения. Да, это так. Никакого сопротивления, дополнительного формироваться тут не должно. Это неизбежно скажется на моем эмоциональном состоянии. Но беспомощен ли я в этой ситуации? Ну, безусловно, нет. Потому что, невзирая на то, что все процессы, которые на довербальном периоде очень мощно закрепляются и составляют ядро личности, некоторое переобучение эмоциональной сферы относительно вынужденных изменений возможно. И возможно оно именно за счет осознанного, направленного изменения вот этой самой субъективной оценки тех изменений, которые неизбежны. Потому что мы с вами помним, что эмоция отражает субъективное, оценочное отношение к чему бы то ни было. У младенца нет выбора, ему все диктуют его внутренние биологические процессы. У взрослого человека выбор есть. Взрослый человек способен пересмотреть иерархию своих потребностей и переоценить угрозу того или иного события в своей жизни. Например, изменение пищевого поведения. Если изменения носят какой-то глобальный характер, то есть действительно раньше я мог получать пищу, но я не говорю о том, что в принципе наши с вами пациенты, наблюдающиеся в центре, не могут жевать и глотать. В принципе, это вам все доступно. Однако какие-то мои привычки существенно нарушаются. При субъективной неудовлетворенности с новым своим пищевым поведением в условиях течения заболевания существуют онкопсихологи и врачи-психотерапевты. Что мы будем делать, если вы обратитесь к нам? Какие этапы психологической коррекции эмоционального напряжения, обусловленного изменениями пищевого поведения в условиях болезни нам предстоит с вами пройти? Ну, прежде всего, я вам уже говорила сегодня, что это индивидуальная картина, всегда индивидуальная картина изменений пищевого поведения. Так вот, прежде всего, мы ее с вами коротко поисследуем, ну, чтобы создать какую-то индивидуальную программу переоборудования себя новым отношением к тому, что происходит. На втором этапе мы исследуем индивидуальную картину изменений пищевого поведения в связи с заболеванием, То есть как это должно быть идеально у вас сейчас. Пусть вас не пугают эти слова исследования, потому что на самом деле это достаточно коротко проходит в направленной беседе. И затем мы приступаем к выработке программы индивидуальной коррекции этого самого отношения к этим самым изменениям. Нам предстоит в дальнейшем планомерная и направленная работа с другими этапами, уже с этапами самой коррекции. Но напоминаю вам, что онкопсихологи долго не работают. Это обусловлено и особенностями онкологического пациента, и проистекающими из этого особенностями наших технологий онкопсихологических. Если бы мы с вами принялись исследовать, то начали бы оценивать период нарушений. Носят ли они временный или хронический характер. Потому что то, что происходит с нами менее одной недели и потом спонтанно исправляется само, это такое приходящее состояние, которое по сути дела совсем не заслуживает длительной работы. Если это кратковременные состояния от одной до четырех недель, то времени понадобится немножко больше. Мы можем уже зафиксироваться на своем страхе изменений и страхе внутреннего конфликта. Если же ситуация носит хронический характер, то есть более месяца носит устойчивый характер, конечно, имеет смысл как следует поработать. Рассматриваем также причины нарушения питания. Зачастую такие банальные вопросы, как нарушение режима или неудачно выбранное место для приема пищи, психологические проблемы сами по себе. Дистресс, переживаемый в связи с основным заболеванием, присоединяющийся к нему невроз, либо переход в депрессивное устойчивое состояние тоже является причиной нарушения, может являться. Так же, как и умственное приотомление, безусловно, побочные эффекты лечения имеют значение, просто для каждого они имеют индивидуальный характер, их тоже нельзя обобщать. Болевой синдром также может привносить свои коррективы. Но все это стоит исследовать и описать именно относительно вашей конкретной ситуации. И вслед за этим мы научаемся контролировать те изменения пищевого поведения, которые обусловлены заболеванием. Как это происходит? Ну, нам предстоит с вами сделать то, что в быту взрослый, условно-здоровый человек, как правило, не утруждает себя делать. Различать свои телесные переживания от внутренних ощущений до внешних от внутренних. И различать мысли и чувства, и всю эту картинку заново складывать, переоценивая ситуацию. Поверьте мне, психология большое внимание уделяет вот таким, на первый взгляд, пустякам. Что же входит в коррекцию пищевого поведения? Ну вот, кроме пересмотра пищевого поведения в зависимости от нового образа жизни, туда могут входить реконструкцию образа «я», восстановление объективной самооценки, которая, безусловно, падает всегда у онкологического пациента, особенно если дополнительная эмоциональная нагрузка во внутреннем конфликте «хочу и не могу» себя предъявляет ярко. Повышение уверенности в себе, построение актуальной на сегодняшний день системы ценностей. Большинство онкологических пациентов делают это очень легко, потому что все люди, пережившие травмирующую ситуацию, особенно с пролонгированным характером, когда ситуация пришла и не уходит, они спонтанно, очень здорово перестраивают актуальную систему ценностей. Это по-своему тоже может пугать человека. И только в беседе со специально подготовленным онкопсихологом выравнивание или прописывание актуальной системы ценностей зачастую приводит к быстрому получению эмоционального облегчения. Ну и можем дойти до формирования навыков эффективного общения. Это особенно актуально, если мы говорим о типе пищевого поведения, описанном в начале выше, когда мы вписываемся в прием пищи, глядя на других людей, которые нас окружают. Целью психологической коррекции пищевого поведения является снижение беспокойства и тревоги по поводу тех изменений, которые обусловлены заболеванием. Задачей нашей является формирование осознанного пищевого поведения в ситуации болезни. Ну и, конечно же, психологическая коррекция эффективна при сформированном чувстве тревоги и напряжения в связи с этими изменениями. Чаще всего мы предложим вам занятия в рамках когнитивно-поведенческой терапии, потому что именно в рамках этой школы, этого направления много техник, которые позволяют выявить причины возникновения нарушений, механизмы, которые поддерживают существование этих расстройств и следствие этих нарушений. А также КПТ обычно учит способам расслабления, переработки тревожных мыслей, что в свою очередь способствует нормализации процесса приема пищи. Если вы решили заниматься самопомощью, а сегодня в условиях карантина это может быть наиболее актуальным, пожалуйста, уделите внимание этому перечню. Не знаю, будут ли у вас слайды, но давайте я пару слов проговорю по каждому пункту. Гигиена пищевого поведения. Туда же входит и эстетика пищевого поведения. Подумайте о том, как это у вас и как это может быть изменено к лучшему. Вспомните навыки, если вы являетесь регулярным участником школы пациентов, то вспомните навыки минимального анализа, которым мы постоянно учимся, как это было, как это сейчас, чем мне это дается, что со мной сейчас происходит, как я хочу, чтобы это было лучше, что принесет мне помощь. Соблюдайте режим дня, контролируйте время и объем приемом пищи, вспомните те упражнения, которые призваны снижать вашу тревогу. Это ресурсное место, расслабление, метод парадокса. Да, сейчас это тяжело, но помните, что в самой тяжелой жизненной ситуации есть элементы воодушевляющие. Есть нечто, что несколько лучше, чем, возможно, могло бы быть. Старайтесь методом парадокса пользоваться сейчас в условиях пандемии. Он может быть особенно актуален. Ну и еще раз завершим тем, что контроль стимула – это всегда про эстетику. Мы должны стремиться к тому, чтобы это было красиво, чисто, аккуратно, чтобы это нам нравилось. Любое пищевое поведение может вызывать у нас положительные чувства. И чем больше это будет вызывать у нас положительные чувства, тем легче нам будет пищевое поведение сменить. Спасибо вам за внимание и желаю вам ровного и, может быть, немножко ироничного отношения как можно чаще, независимо от обстоятельств.